Татарстан Татаминиханов опубликовал на своей страничке ВКонтакте красочный ролик о развитии сельскохозяйственной отрасли Татарстана. Отмечается, что сельское хозяйство занимает важную роль в развитии экономики Татарстана. Республика вот уже на протяжении нескольких лет остается в числе лидеров по объему производимой сельскохозяйственной продукции в России. В Казани пройдет высовка декоративных крыс Яратам. 21 мая в Национальном музее РТ жители и гости из столицы Татарстана смогут увидеть более 80 грызунов редких окрасов и маркировок. Утром 19 мая поступило сообщение о горении и кафе на Лебяжьем озере в Кировском районе. Здание деревянное, двухэтажное, размером в плане 30 на 20 метров. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В КРК «Пирамида» прошел финал 9-го всероссийского ежегодного студенческого фестиваля «Энергия-рока-2016». Специальным призом за создание рок-оперы была награждена группа «Летучий корабль». В Центральной избирательной комиссии Татарстана продолжает свою работу правовой лектории, посвященной выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания 7-го созыва. На этот раз слушателями лектории стали студенты 3-го курса Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. С президентом Международного конгресса по эффективности и совершенствованию образования Михаилом Шрацем встретился сегодня премьер-министр Республики Татарстана Ильдар Халиков. Встреча состоялась в Доме правительства Республики Татарстан. В ней также приняли участие министры образования и науки Республики Татарстана Эльф Аттахов и ректор КФУ Ильшат Гафуров.